Всем привет! Сейчас вы видите и слышите меня, и мой естественный голос слышите. И в этом видео, как многие любят, на отвлеченную тему в Adobe Audition, я покажу вам, как так круто искажать голос, чтобы это звучало, и прям очень страшно. Сейчас я попутно себя буду записывать, чтобы вы поняли, о чем речь, что мы получим в конце. И так идет запись, потом я ее просто смонтирую так, чтобы вы услышали. Я научу вас делать такой звук, чтобы люди просто ссались, как маленькие дети, когда вы слышите ебучий эпик. То есть вы сейчас слышали уже обработанный звук, и сейчас я покажу, как его добиться. Я научу вас делать такой звук. Да. Убираем, значит, все лишнее. Убираем здесь. Убираем лишнее. И я сейчас этот файл сохраню на рабочий стол и покажу, как это делать. С туториалом поделился мой друг, который сам где-то нашел. Мы чуть-чуть его улучшили, и стало вообще прям класс. Смотрите, как сделал такой вот эпик с простого голоса. Значит, есть просто мой голос. Я научу вас делать такой звук, чтобы люди просто ссались, как маленькие дети, когда вы слышите ебучий эпик. Я научу вас делать такой звук, что... То есть, давайте я сейчас себя закрою. То есть, очень все легко и просто. То есть, звучит уже обычный голос. И смотрите, как мы его будем обрабатывать. Заходим, значит, в эффекты, амплитуды и сжатие, и делаем нормализацию. В децибелах минус 3 децибела применить. После чего у нас до 3 децибел все выросло или срезалось, чтобы у нас ничего не зашкалило. После чего заходим в эффекты, амплитуды, сжатие, и делаем синглбенд компрессор. Компрессор ставим на минус 18, 3, 10, 100, 0. Что это дает? Это дает сжатие, опять же, чтобы не выбивались какие-то отдельные звуки, чтобы он не плавал. Пока что это делают ровно. Но, как видите, у нас стало тише, и поэтому мы опять заходим в нормализацию, и опять делаем минус 3 децибела. Тем самым почти ничего на словах не меняется, если у вас микрофон нормальный. Но, тем не менее, лучше сделать так. И далее идем уже по эффектам. Заходим, значит, в время и тон, и изменение высоты тона. И ставим здесь, значит, минус 2, минус 50. Применить. После чего получается такой эффект. Я научу вас делать такой звук, чтобы люди просто ссались, как маленькие дети. И после чего нужно сделать эффекты, амплитуда сжатия, и зайти в многополосное сжатие. Обратите внимание, какие сейчас здесь стоят значения. Именно по таким значениям, ребят, надо сделать, собственно, голос, чтобы он так вот плавал и пугал других. Я научу вас делать такой звук, чтобы люди просто ссались, как маленькие дети. И после чего нажимаем применить. И чтобы сильно не выбивались вот эти вот, как видите, ребята. Можно, конечно, это все подретушировать здесь. Но лучше сделать как? Эффекты, амплитуда сжатия, жесткое ограничение. И поставьте минус 6 децибел применить. Все. После чего у вас все вырынулось вообще идеально ровно. Можете чуть-чуть прибавить еще децибел, чтобы было еще страшнее. И слушаем, что получается в финале. Я научу вас делать такой звук, чтобы люди просто ссались, как маленькие дети, когда вы слышите ебучий эпик. То есть, как видите, вот так вот все прикольно и здорово. Ставьте лайк, балуйтесь, развлекайте других. Ну, а я пока что, пока вы ставите лайк и делаете, я сейчас стихи Пушкина почитаю и посмотрим, что получится заодно. Раз уж видео такое короткое. Нет, про любовь нам не надо. Что-нибудь. Что-нибудь же в лоды глубокие неинтересно. Золото ерунда за старые грехи. И давайте грехи почитаем. Сейчас я попробую, что получится. Так, это я закрываю. Это мне не надо. Нет. И создам сейчас новый файлик. Пять. И сейчас зачитаю стишок. За старые грехи, наказанные судьбой, Я стражду восемь дней с лекарствами в желудке, С меркурием в крови, с раскаянием в рассудке, Я стражду, и скула поручается с собой. С таким уже более низким эпичным голосом. Я, кстати, сейчас шум уберу. Shift-P. В любом свободном месте Ctrl-Shift-P. Убираю, как мне это надо. Применить. И опять же, я себе сделал пресет. Как его сделать, кстати, пресет? Начать запись избранного. Несите, крутите, потом, бац, остановить запись избранного. И все. Ну, естественно, он сейчас сказал, что у вас ничего нет, Вы ничего не поменяли. И подназывайте его как надо. Слушаем. Так, сначала, стоп, я зря не сохранил. Да, сейчас я вот сохраню. И опять же, эпик погромче. За старые грехи, наказанные судьбой, Я стражду 8 дней с лекарствами в желудке, С меркурием в крови, с раскаянием в рассудке, Я стражду, и скула поручается с собой. Вот такой вот жесткий эпик. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И на этом все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok